Девушки отдыхают Вам пиз... Главное правило всей фракции The Shadow of Chaos И вы подумаете Подумаешь, всего лишь Всего лишь тень Смотри-ка чё Если ваш Army Faction Это Лиджинс Тимоника То некоторые части Баттлфилда Могут быть под тенью хаоса Три пункта Ваш диплой всегда под тенью хаоса Второй пункт В начале любой фазы Если вы контролируете Хотя половину Objective Marker В No Man's Land Это то, что не является диплоем Ни одного из игроков То и No Man's Land Под тенью хаоса Ну и третье Если в любую фазу Вы контролируете Хотя половину Objective Marker В диплое вашего оппонента То он тоже Под тенью хаоса Сразу возникает вопрос А как быть Если точек В этой игре нет И суть по всему Основные Все миссии Будут с точками Но у нас же есть Разные виды игры Например Какой-нибудь Крюсейд В котором Ну куча миссий Было без точек Или Мы просто Играем Какую-то Нарративную кампанию Нужно чтобы Механика демонов Работала Сама по себе А не придумывать Им какие-то Подпорки И включать Там как Хотя конечно В принципе В нарративной кампании Это можно Все-таки Как-нибудь Привернуть Придумать При каких условиях Будет эта тень Включаться Но Важно Что именно Делает эта тень Да Готовы Я уверен Что нет Смотрите Ваши войска Которые находятся Под тенью хаоса Проходя Баттлшок Тест Добавляет Один К результату То есть Они гораздо Легче его Проходит Но При этом Они еще И восстанавливают Д3 вундов А если Это Баттллайн юнит То есть Обычная Пехота Базовая Трупса То добавляют Д3 Уничтоженных Моделей В себя К слову О соревнованиях Кто больше Вернет Уничтоженных Моделей В игру Демоны В нее Включаются Но Это как бы Понятно Нормально Однако Эскалируется Это Быстро Потому что Демоник Террор Правило Любой юнит Противника Который Проходит Баттлшок Тест Под тенью Хаоса Вычитает Один из этого Теста Но если Провалил Получает В себя Д3 Морталок Па-па-па И все Вдруг Неожиданно Присели На свое Очко Это в смысле Это что Получается Ни за что Ни про что Без какой-либо Сталибы Без всего Оба Я провалил Ледак И все И уже Как бы В меня Морталочки А напоминаю Баттлшок Тесты Просто С нихрена Начинаются В команд Фазу Типу У тебя Не та численность В отряде И все Начинаешь Кидать свои Баттлшок Тесты Их не нужно Как-то Заносить Хотя Можно И я думаю Что демоны Будут Насильственно Пугать вас Типа Рать тебе В лицо И такой Баттлшок Тест С минус Один В лучшем Случае Д3 Морталок Себя А еще Какое-нибудь Правило На Д6 Морталок Себя И Ой-ой-ой-ешки Ой-ой-ой То ли Еще Будет То ли Еще Будет Ой-ой-ой Варп Мать Его Рифт Ну Это у нас Правило Детача Демоник Инкершин Как бы В тени Хаоса Дипстрайк Демонов Не в 9 А в 6 Дюймах Даже не в 7 В 6 И Вы как бы Такие А как Скринется Маленькие столы Теперь зарезервированы Под комбат Патруль И нормальный вах Начинается С больших столов Давай Скрины свои Раскидывай Туда Сюда Что Не получается Вот тебе В 6 Дюймах Бах Пацаны И чарджи С дипстрайк Это такой То ли еще Будет Демоник Пакт И тут Я такой Подождите Я там хотел демонов Продавать на авито Пожалуй С этим Нужно все таки Обождать Потому что Как бы Любая Правила Которая Имеет Кейворд Кеос Может Набирать себе Ограниченный Контингент Демонов На инкуршен До 250 Очков На страйк форс До 500 И наконец На анслот До 750 Что в это влезет Пока естественно Непонятно Потому что Очковой стоимости Никто не знает Но тем не менее С некоторыми Ограничениями Можно взять Какую-то детач Крутых Демонов Надо же не детач А просто Моделей себе Набрать И там Как бы Есть ограничения Что не может быть Варлорд Из этих пацанов И естественно Всякие типа Ворлд итеры Тысяч сынов Девгард Берут демонов Только своего Бога И классная Приписочка Если ваш Варлорд Люциус The Eternal То как бы Можете брать Только демонов Сланиша ГВ Верни Кодекс Детей На стол До четверга Все ГВ Никаких Отмазок Слушать не хочу В четверг Кодекс Детей Должен быть У меня на столе Питер Тебе все понятно? Надеюсь Юниты И вот с юнитами Если честно Какие-то странные Они выбирают Тут Keeper of Secrets Охренительно Блин Сука Интересный юнит Я в том плане Что он Буквально Недавно Ну модель Себе Какую-то новую Заимел И я не знаю Играл или нет Почему не показать Например Великого Нечистого Да Или что-нибудь Я не знаю Кровожада Обычного Нет Надо показать Keeper of Secrets Сука Да пошли Ладно 14 мув Нихрена себе Бегает Сволочь Охренеть Десятая стойкость Окей Сейф пятый Понятно Инвуль Четвертый Охренеть ему Пятый сейф Черт его знает 18 вундов Если его снизили До 6 Он теряет Минус тухи Так у него Все на 2 плюс А если В 6 вундах То на 3 плюс Начинает попадать Ледак 6 плюс Objective Control Пятый Вот По правилам У него Есть раздача В 6 АПшечек Всем кто любит Сланеж Естественно И по нему Всегда Минус тухи То есть Часть большая Прикольная Однако Постелять по ней Не получится Прям привой наводкой То есть Вы там такие Типа Ме У меня приказ Попадать по вам Лучше сэр А он такой Мне посрать У меня Мезмеризинг форм И вот делаешь С этим Что хочешь При этом Еще и как бы Пятый ФНП Я надеюсь У всей Фракции Демонов Сланежа Будет пятый ФНП Ну потому что Надо И я еще надеюсь Что и на детишечек Ну в смысле На найзов Пятый ФНП Перейдет Сам автомат Мне что касте Надо Потому что Его и не скастишь У нас теперь Заклинание Все это Вичфайры Фокусит Не фокусит Да вот кстати О Вичфайрах У нас есть Как бы Ливинг Вип Это Ассалт оружия Катурин 12 Что-то 6 атак Шестой силы Минус 1 2 Подумаешь Тут что главное Тут есть Фантазмагория Нет Это не старый квест Это Вичфайр И Фокусит Вичфайр Обычный Вичфайр Бьет на 18 дюймов 6 атак Шестой силы Минус 2 1 А вот Фокс Вичфайр Который получает Помимо Девастейтинг Вунс Который есть И у обычной Фантазмагории Еще и Хазардас Естественно Но как бы там 9 атак Как вы понимаете Реролл Вколов Никакого нет У этой И Наловишь себе В себя Ран При этом Все еще Шестая сила Все еще Минус 2 1 То есть Ты как бы За то что Ловишь себя раны Прибавляешь себе 3 лишних выстрела Я бы сказал Что Какой-то Странный Так себе Размен Если честно Потому что Ну Кроме Трех атак Дополнительных Ничего это не дает А мы увидим Как это может Что-то давать Далее У нас H3 Оружие Ближнего боя И Тут есть Одна хитрость Как мне тут В личку писал Один господин Блин Я не понимаю Почему у одной модели Два оружия Это как бы Твин линк Реролл Ту вунд У другой модели Ну выбери Либо этим бьешься Либо этим бьешься И тут Такой Кипер У меня Три руки Я бьюсь Всеми Этими руками Потому что У него как бы Обычные Атаки Это Витстилер Сворд Шесть атак Восьмой силы Минус два Три Такой Ну как бы Здорово Уже неплохо Да Но Держи Мое пиво Ритуал Найф Экстра Атак И нам сразу Показывают Что экстра Атаки Это как раз Те дополнительные Атаки Которые Не заменяют Тебе Обычные оружия А идут В дополнение К нему То есть Помимо того Что ты ударишь Этим Свордом Шесть атак Ты также Ударишь Три атаки Ритуальным ножом Шестой силой Минус два Два И здесь Как бы В чем Ну да Там что-то Силы разные Окей Но Все еще Не все Шнейпинг Клоуз Еще дополнительные Четыре атаки Шестой силой Опять же Минус два Три Итого Тринадцать А так Близким профилем Но все-таки Различающимся Я хрена знает Зачем это сделать Серьезно Смотришь Такой Шестая сила Минус два Но два дамага Три дамага Или восьмая сила Чего А где мой Твинлинкет Я хочу Твинлинкет себе Вот такой Вот чувак Я бы сказал Охренительный И посмотрим Какая у него стоимость И мне нравится Тут нам показывают Как бы Опять же Вот Ранкенфайл Зачем пока Сдавай каких-нибудь Толстунов Белокор С двенадцатым мувом Я вот такой смотрю Типа Белокор Крылышками Бяк-бяк-бяк Но как бы Его просто Пешком Обгоняет Киперов Сикрет Прямо как В том мультике Там крылья Ноги Главное хвост У Белокора Кстати есть хвост Но вот В профиле Хвоста у него нет Как так-то пацаны Ладно Короче Огромный профиль Типа там Восемнадцать вундов При десятой стойкости Тоже Че он может Он может выбирать Одно из трех правил Shadow Form Это все ауры И первое В шести от Белокора Демонические юниты Скрывает от стрельбы Нельзя стрелять в них Если атакующий Находится дальше Восемнадцати дюймов Нормальненько? Нормальненько Вторая аура То о чем я вас предупреждал Вас будут пугать В батл шок степ Команд фазы оппонента А все таки есть степ Отдельный для батл шоков Я уже забыл Если честно Юнит Находится в шести От Белокора И он Меньше начальной численности Он проходит Батл шок тест А для тех юнитов У которых одна модель В юните Если ран У этой модели Меньше чем В начале То как бы тоже Батл шок тест Ой че-то ты провалил А тут тень А тень в любом случае Потому что Белокор Своим правилом The Dark Master Все время В шести от себя Раздает Тень хаоса То есть Если ты стоишь В шести от Белокора И это правило Включено Pal of Despair То ты как бы такой Ой А че-то мне поплохело Я провалил ледак И Да три ран себя Нормальненько Ну и Третье правило Shadow Lord Ну естественно У него все про тени Там все оружие Даже тень-тень-тень-тень-тень Демоны в шести от Белокора Могут реролить Батл шок тесты И лидершип тесты Не знаю Возможно это нужно Но первые две Гораздо более симпатичны То есть Первые ты используешь Там Ты их выбираешь В начале батл раунда И на начало Как бы Первого батл раунда Белокор стоит Такой в центре твоей армии Давай Это Оппонент Стреляй сюда Че не можешь Ну подходите ближе Пандерлоги И таки сразу Прилетели на 12 Бам Чарджнулись И все Уже включаем вторую ауру Давайте-ка Разбегайтесь А чем бить Спросите вы Бить Чем хочешь Естественно Есть два Вечфайра Но вот реально Вся магия Превращается Вечфайра Которые ты можешь Выбирать Либо простым профилем Либо более мощным Смотрите У белокора Гораздо Интереснее Разница Потому что Простой 9 атак 5 Минус 2 1 А крутой 12 атак Ну соблюдается Да Плюс 3 Однако Сила 6 То есть плюс 1 Ап 3 То есть плюс 1 Только дамаг Остается первым И ты уже такой Ну типа Можно здесь И хазардос Все-таки Этот включить Хотя да 12 выстрелов И ты как бы Морталок В себя Или с коуча Там раны Тебе заносится Короче Неважно Себе ты тоже Огребешь Естественно С 12 Потому что реролов Нет Но как бы Профиль уже Интереснее Потому что Сила может Принципиально Что-то изменить Например Ты в третью Тафну бьешь И она уже На 2 плюс Пробивает Согласитесь Естественно Девастейтинг ваунс Игнорс кавер Есть и у того И у того профиля Мечом тоже Можно бить Как бы сильно А можно махать Вокруг себя В надежде Кого-то зацепить Разница в том Что 6 атак Сильно 14 атак Слабо 14 сила Сильно Восьмая Слабо Четвертая АП Сильно Третья Слабо Д6 плюс 1 Дамаг Сильно 1 слабо Как бы Когда просто Мажешь вокруг себя Мечом То Как бы Твоя силушка На Д6 Дополнительного Демеджа Больно Пропадает Естественно Четвертый инвуль И если 6 или менее ран То минус 1 То хит Нашего белокорчика Короче Белокорчик Вангую Будет играть С таким-то правилом На невыцеливание 18 дюймов Там на первый ход Прямо охранительное правило Где-нибудь в углу зажались Стоят Давай Стреляй в нас А все остальное В дипстрайке Брат И выйдет в 6 От тебя Если мы там Точки твои поскорим А нам достаточно Я не знаю Сколько там В No Man's Land Одна точка Например Поставил туда Своих пацанов Все нахрен Перескорил И как бы Да Все Начинает прилетать Ну я так конечно Гладенько рассказываю Но уже страшненько Если честно И у нас есть Вооружение И хотя бы здесь Великого нечистого Показали его Байл Блейд Не главное А оружие А вот эту вот Кочережку Которую он с собой тащит На ней тоже Экстра атаки То есть он бьет В дополнение Летл хит Кстати Всегда пробивает Наш Сёркту хит И там всего лишь Три дополнительные атаки Шестой силой Минус два Два И нам тут Именно показывают То что Экстра атакс Это вот правило Когда ты бьешь В дополнение А не Выбираешь оружие Так что толком Про великого нечистого Нам все таки Ничего не показали А вот у Скорбранда Есть Слотер энд карнедж И это Ну Как бы все таки Оружие Которое ты должен выбирать Типа Бьешь этим Или этим профилем Либо 8 Либо 16 атак Либо 16 силы Либо 8 Либо 4 Либо 1 Либо 6 дамаг Либо 2 Не Не спорю Оружие прикольное Где мой Твин линкет Где мои Экстра атаки Дополнительным ножиком Вот почему У Скорбранда Как бы Две руки И он должен выбирать А у хранителя секретов Три руки И он не должен выбирать В чем логика ГВ Непонятно Ну и Стратегемка Corrupt Real Space И я думаю Вы уже догадались На какой-то юнит Демонов Играешь Эту стратегему Он стоит у точки И эта точка Остается за тобой Даже если Этот юнит Уйдет То есть То что Инфантри Скват Делает по умолчанию У демонов Стоит 1 КП И как бы Только на 1 юнит В фазу Сэм Понимаете Но Тем не менее Есть и Добавочное Правило У этой Стратегемки Вокруг Этой точки Появляется Аура В 6 дюймов Которая Под тенью Хаоса Оказывается То есть Даже можно Не брать Кусок стола Под свой Контроль С помощью Точек А просто Вот так Вот закидывать И кстати Я вот опять Не очень понял Понятно Что контроль Над точкой Сваливается Если туда Приходят Вражеские Войска А вот Раздача Тени Сваливается Или нет Суть По всему Нет Так что Поскорить Ее будет Сложненько Потому что Там придется Кидать Ледачок И такой Ой Провалил У меня Нулевой Объектив Контрол И я Как бы Не могу Тонечку Задискорить Она считается Демонической Все еще И ой В меня Да ты Мортал За что Интересная Стратегемка Скажу я вам И вообще Правила на демонов Сочненькие Тень Хаоса Просто какая-то Жуть Белокор Который Не дает Выцеливать Свои войска Тень Хаоса Приносит Вообще Куда Хоч Сколько Очков Он стоит Я просто Сразу Хочу По демоник пакту Добавлять его Хотя не знаю Как там будет Правила Все работать Конечно Потому что Очевидно Когда у тебя Не полностью Лист Из демонов Стоит Все это Не очень Работает Например Как бы Shadow Of the chaos Только если Твоя фракция Леджинс Демоника Соответственно Не Белокор Не нужно брать Это бессмысленно Абсолютно Короче Демоны Прямо Меня Впечатлили И Очень интересно Будет ли Как-то Действительно Работать Синергия Между Chaos Space Marines И Демонами Потому что Я Например К Девгарду И к Пожирателям Миров Брал бы Демонов Вообще С удовольствием Вот к Ванильным Хаоситам Че-то как-то Нет Не сочетается Ну по крайней мере В моем Представлении А вот Когда у тебя Войска Поклоняются Какому-то Конкретному Богу То Демоны Которые От этого Бога Приходят К ним На помощь Это я понимаю И как бы В девятке Это работало Ну в целом Никак А вот В десяточке Вроде Правила Есть Но Если Демоны Будут Приходить Без своих Прикольных Правил И будут Просто Как бы Моделями Которые Зачем В принципе Брать Если Ничего Не Пересекается То Как бы Финитля Комедия И Придется Их Держать Очередную Редакцию На полке Ну или Навито Выставить И уже Забыть Ребята Потому что На три года Ближайшие Вы нам Не нужны Что вы думаете По поводу Демонов Горит у вас Жопа Уже Страшненько Готовы Кидать По Д3 Морталки В каждый Свой юнит Если вдруг Вылезли Не на ту Часть Поля Или Ну его Нафиг Издалека Просто Трудненько Ссылок Поставил И подпишись